Можно ли повлиять на боль, которая все время преследует? То прекращается, то начинает заново возникать с разной скоростью и разным периодом. Все зависит от состояния организма, питания, физической активности, физиологических процедур и генетики. В своей основной массе боль возникает из-за несоответствия нагрузки как физической, так и питательной на орган и его кровообращения, которое должно соответствовать выполняемой органам работе. Ухудшение кровоснабжения органа автоматически приводит к началу воспалительного процесса, которое на начальных стадиях незаметно и не имеет особой чувствительности. Но проблема состоит не в самом воспалении, являющейся нормальной реакцией, а в том, что оно преобладает над синтезом новых клеток, из которых состоят ткани различных органов. Поэтому процессы начавшегося воспаления, выходящие из-за рамки последующего процесса синтеза тканей, постепенно приводят к дисфункции органов, а точнее к его истощению. Сами внутренние органы, ровным счетом как и мышечная ткань, за счет ухудшения кровоснабжения, увеличивают давление на сосуды соседних органов, что может ухудшить кровоснабжение органа. Если сосуды пережаты спазмированными мышцами, они увеличивают нагрузку на соседние сосуды, безлежащие мышцы, и тем самым ухудшают приток питательных веществ к мышцам, без спазмов. Особенно это характерно для крупных сосудов, которые могут быть пережаты мышцами от переохлаждения или накопления большого количества токсических веществ, ухудшения обмена кальция и т.д. Таким примером может служить, к примеру, синдром грушевидной мышцы. Сосуды, питающие мышцы, могут быть особенно сжатыми в одном каком-то месте, особенно большие, из-за чего ухудшается кровоснабжение в рядом лежащей мышце. По этой причине мышца ухудшает свое питание, а также вывод продуктов обмена, что является фактором увеличенного воспаления, с постоянным выделением факторов боли, продуцированными иммунной системой. Клетки иммунной системы будут выделять факторы боли, ровно столько, сколько будет идти воспаление, и прекратят выделять простагландины, которые являются факторами воспаления, тогда, когда в данном органе улучшится кровоснабжение и естественный вывод продуктов распада. Сама проблема хронической боли, возникающая в основном не только при травмах и операциях, но и при долго нелеченных состояниях. При состояниях, когда воспаление протекает медленно и уверенно прогрессирует. При состояниях, когда воспаление протекает медленно и уверенно прогрессирует, в таких случаях сосуды, питающие место воспаления, просто-напросто могут быть или повреждены механически, или быть забиты атеросклеротическими бляшками. То есть, просвет сосуда может иметь небольшую пропускную способность. Даже несмотря на то, что в организме идет постоянный ангиогенез и вроде как бы возникают новые капилляры, он же все же не заменит работу крупного сосуда, питающего большую область того или иного органа. Поэтому хронические боли сложно подаются лечению, если вообще подаются, особенно с возрастом. А если в каком-то случае удается наладить кровообращение, благодаря снятию давления сосуда, питающего орган, боль в воспаленном органе уменьшается или вовсе сходит на нет. Также бывает, когда спазмированная мышца, сжимающая сосуды, уменьшает питание соседних мышц, вызывает в них воспаление и, соответственно, боли. В таких случаях массажная терапия даст свое воздействие, если будут устранены спазмы и разрушены состоявшиеся фиброзы. Несмотря на долгие хронические боли, даже если их не удается устранить полностью, особенно в запущенных состояниях, их можно облегчить физиологическими процедурами, питанием, физкультурой и периодическим массажем. Чтобы не допускать хронической боли в различных отделах опорно-двигательного аппарата, таких как суставы и межпозвоночные диски, необходимо направить усилия на скорейшее устранение причин, наладить кровообращение, устранить отечность ткани посредством диеты и фитотерапии, а также последующими занятиями физическими упражнений. Продолжение следует...